И не такое, Виталий! Мы называемся Brain It. Это такая игра слов. Brain It. Решить загадку. Изначально все это пришлось в компьютерных игр вообще. Концепт всех этих игр на английском Exit Room, Escape Room, на еврите Ну и на русском, естественно, выйти из комнаты. Взяли в России, заметили там есть вся огромная компания, которая называется Клаустрофон. Зажглись идеи и примерно год назад мы начали этим заниматься, начали придумывать свою комнату, искать идею. И пришли вот к этой комнате. Это наша первая комната, называется Подпольная Империя. И она посылает людей, которые попадают сюда в 20-е годы Америки. То есть это Сухой Закон, Аль Капоне, мафия, гангстеры и так далее. Задача этой комнаты, как и в принципе у всех комнат, это найти отсюда выход. Город длится 60 минут, сюда приходит команда от двух до пяти человек. Причем абсолютно разных, разного пола, естественно, разных возрастов. Цена зависит от дня недели и от количества людей. В будние дни с воскресенья по четверг цена ниже, соответственно. На выходные цена дороже. У нас сейчас здесь, в этом месте, есть две комнаты. То есть вот это Подпольная Империя и еще одна новая-новая комната, которую мы вот сейчас в тестовом режиме. И через несколько дней мы откроем на нашем сайте уже возможность заказывать туда игры. И она называется Завожник. У меня немного другой концерт, она более страшная. Мы находимся в Тель-Авиве, в Яфу, улица Шимон-Бен-Шетах, Тейша, 9. У нас здесь есть стоянка бесплатная. Приходите, ждем вас. Заказы на нашем сайте brainit.seo.ru Если вы любите головоломки, вам сюда, вам тут очень понравится. Это действительно нестандартный отдых. Вас ждет масса таких необычных вещей, о которых вы в жизни не подозревали. Поэтому вам обязательно стоит попробовать это хотя бы раз в жизни. Вы можете обратиться по номеру телефона, который мы разместим где-нибудь под ссылочкой. Получите массу ощущений новых, непередаваемых. Понравится, как вам, вашим друзьям. Придете еще, у них есть еще комнаты. Все будет очень круто. Дорогие друзья, это программа Попион, и мы продолжаем. Есть масса мест, которые вы можете посетить в Израиле. Есть места, которые занимаются дип-хаусом, которые хаусом, которые трансами и тому прочее. Большинство этих мест закроются в 4 часа ночи, но только не Хатульв и Акелев. Это заведение, которое на английском называется как CatDog. С нами один из резидентов заведения. Он же диджей здесь, он же один из владельцев заведения. Зовут Марк. Мы спросим у него касательно музыки в данном заведении и немного о концепции этого места. Это место, здесь самая лучшая музыка в Израиле. Underground, Tech House, Deep House, Tecno. Мы здесь приводим самых больших диджеев в мире. Например, в следующую неделю у нас Марк Найт, Джон Дигвит, Текназия. У нас здесь были самые большие из всего мира Адриатик и Карл Кокс. CatDog – это не только клуб. У нас много ивентов на улице, в фестивале. 5-6 тысяч человек. В нашем клубе есть две зоны. Один называется Cat, Хатул, кошка. Один называется Dog, Келев, собака. Dog открытый в четверг-пятницу в большом формате, с большими диджеями. И посредине недели у нас маленькие вечеринки. У нас здесь самые лучшие, самые крутые люди из Тель-Авива. Если вы хотите увидеть самую интересную сцену ночи Тель-Авива, это здесь. Спасибо. Я вам скажу так. Я действительно получил огромное удовольствие от этого места. Здесь играет очень крутая музыка. Вы будете в восторге. Ребят, если вы ищете в Тель-Авиве нестандартный отдых, очень крутой, насыщенный, который может перетечь в утро, и вы будете продолжать тусить, вам очень понравится. Добро пожаловать в Хатул, Хатул и Акелев, CatDog. Приходите. Спасибо. Дорогие друзья, очередной пятничный вечер. Программа «Бабиан». Мы вышли проведать Израиль. Зашли в заведение, которое называется «Шафа». Оно находится на улице Раби Нахман 3. Заведение аутентичное. То есть, вообще нестандартное. Здесь есть домашняя еда. Также есть эксклюзивные блюда самого заведения. Сейчас мы их попробуем и расскажем вам об этом заведении. Ну что же, начнем с блюда, которое заказала я. Это одноименное блюдо, так же, как называется данное заведение, «Шафа». Переводится оно как «интеллигентная женщина». И сегодня я, как истинная интеллигентная женщина, заказала себе зеленый салат для вегетарианцев. Я не вегетарианка, поэтому для меня это будет вдвойне интересно. Интересно попробовать, как же едят просвещенные люди. Может быть, и я тоже просвещусь и немножечко очищу карму. Но приличная женщина состоит из зеленых бобов, бобов в стайском соусе, яичной лапши, мяты, кинзы, орехов и огурцов. Попробуем? Я заказал домашнее блюдо – мясо, говядина тушеное с хумусом, американское блюдо. И здесь еще присутствует петрушка. Мне его посоветовали в этом заведении как особое домашнее блюдо. Мне перенесли замечательный салат из морепродуктов. Честно говоря, я уже вижу здесь маленьких осьминожков. Я буду плакать вот такими огромными слезами, когда буду его есть. Кроме осьминожков, я здесь вижу еще кальмары, огромные белые бобы и черные маслины. Все это заправлено йогуртом. Честно говоря, я никогда не ела салаты, заправленные йогуртом. Очень интересно попробовать, что это будет. Мне кажется, это очень вкусно. Я заказал себе очень интересное блюдо. Под вид барракуды подается с тхиной. Тхина – это блюдо, перетертый нут. Он в данном блюде подается с помидорами черри и тайскими приправами. Честно, я такого в жизни не пробовал. За все вот наши вылазки пятничные, наверное, это место понравилось мне более всего. Я не ем ничего вегетарианского, но когда я его попробовала, я вам абсолютно честно говорю, очень вкусно. Я прям не ожидала. За счет того, что там были какие-то орешки, лапша, достаточно сытно. Поэтому, в принципе, даже если брать это как, ну, наверное, какое-то основное блюдо, и к нему, может быть, какую-то закуску, я думаю, что можно даже наесться. Место достаточно атмосферное, даже исходя из того, какой работает персонал. Какие-то очень модненькие, прикольненькие официантки. Плюс мне нравится музыка, она постоянно меняется. Может играть джаз, может играть какая-то R&B-шечка очень прикольная. Классный катингет людей. То есть тут есть как молодежь, есть какие-то очень прикольные семейные пары, и есть еще и детишки. То есть такой абсолютно ресторан для всех. Может быть, по ценовой категории чуть-чуть дороговато, но я думаю, раз в неделю сходить сюда я бы рекомендовала. Мне очень понравилось, все очень вкусно. Довольно-таки непринужденная атмосфера, индустриальный стиль достаточно популярен в этом районе. С точки зрения цен я не могу сказать, что это и недорого, наверное, и не очень дешево. Рыба-барракуда стоила порядка 68 шекелей. Я не знаю, дорого это или нет. Вы когда-нибудь ели барракуду? Где-то музыка действительно очень настраивает на определенный лад. Маленькие детали, например, салфеточки беленькие с аккуратными рисунками. Детали, очень классно. Каких-то мега впечатлений я не получила. Для Яфы это типично. Наверное, единственное блюдо, которое меня порадовало, это была тушеная телятина, либо говядина. Я не знаю, что это было. И то лишь потому, что это напоминало вкус детства, вкус тушенки. Если я вернусь сюда, в это заведение, то, скорее всего, я вернусь за барную стойку вместе со своей подругой, либо молодым человеком, просто ради того, чтобы в этом уюте посидеть и отдохнуть. Может быть, выпить по бокалу вина. Заказывают что-либо из блюд, я здесь не буду. И скажу так, вам не рекомендую. Тушеное мясо, оно мне напомнило что-то домашнее, вот как дома бабушку их готовят. То есть, это такое прикольное блюдо, довольно-таки жирное. И если ты пьешь алкоголь, это преимущество этого данного блюда. И мясо очень мягкое было. Цены довольно-таки здесь не дешевые. Заведение рассчитано на туристов. Это старый город Яфа. Здесь очень приятная атмосфера. Дорогие друзья, программа Папион создана специально для вас, чтобы вы знали о новых местах в Израиле. Посещали их, наслаждались. Мы будем рады также, если вы будете прислать свои интересные места, которые вам очень нравятся, к нам на почту. Ставить нам лайки, подписываться на наши новые видео, на наш канал в Ютубе. Спасибо, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!